привет всем это александр из зеленограда москва в этом видео я расскажу о том как по возможности можно не платить полностью платить частично жилищные услуги то есть квитанции которые мы ежемесячно получаем квартплата их называем есть такая возможность как получение субсидий мое видео будет рассказывать о моем личном опыте в городе москве какая картина творится в других городах россии я не знаю если есть какая-то у вас информация пишите в комментариях если вы проживаете в москве вам нужно обратиться в многофункциональный центр в отдел субсидий там выдают вот такую памятку у вас появляется возможность в зависимости от общего дохода семьи получать какие-то компенсации ежемесячные на оплату коммунальных услуг вот здесь такая таблица которая показана зависимости от количества человек доход ежемесячный но для примера возьмем например семью из трех человек муж жена ребенок до доход здесь указан 60 тысяч рублей доход исчисляется суммой до вычета ндс то есть грязный доход если к примеру доход обоих супругов будет составлять ну давайте возьмем 40 тысяч до 40 тысяч то до 60 не хватает 20000 субсидия от этих 20000 будет составлять 2000 рублей то есть появляется возможность в месяц получать 2000 рублей на оплату коммунальных услуг нашел так вы легко можете посчитать сколько вы можете получить в месяц в виде субсидий деньги будут поступать либо на вашу зарплатную карту сбербанка либо берегательную книжку здесь показаны какие документы вам нужны будут паспорт всех членов семьи детишкам свидетельство о рождении реквизиты банка куда будут причисляться деньги документ подтверждающий право собственности в виде оригинала и для работающих граждан справки с места работы учащимся справку о стипендии справки с места работы имеют вот такую форму вам их выдают вы приходите на работу их вам заполняют и приносите обратно владел субсидий высчитывается субсидия и выплачивается вам виде компенсации на этом все надеюсь кому-то это помогло если будут вопросы задавайте вопросы по поводу других городов россии будет очень интересно узнать информацию пишите в комментариях как обстоят у вас дела с субсидиями какие суммы все очень интересно все счастливо пока